В пятницу 15 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер на традиционном брифинге рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Южном Урале, а также сообщил информацию о мерах, которые принимаются для борьбы с ростом заболеваемости. На текущей ситуации за истекшие сутки прирост заболевших составил 73 человека и таким образом у нас в области на сегодня 1511 подтвержденных случаев инфицирования. Если давать оценку ситуации по коронавирусу в регионе в целом, то она остается напряженной. Вчера у нас был максимум по количеству инфицированных за сутки, это 105 человек. Для принятия решения об изменении ограничений необходима устойчивая динамика, пока ее нет. Видна относительная стабилизация средних показателей инфицирования. Если смотреть за последние 4 дня, это около 70 подтвержденных случаев заражения в день. При этом мы наблюдаем серьезные колебания количества инфицированных. На базе одного фонда, это БОФ Металлург, благотворительный фонд Магнитогорского медкомбината, создали вот такой проект. Фонд создал основу, и туда сегодня у нас поступают денежные средства, как от юридических лиц, так и от физических. Хочется сказать, что уже там собрано практически порядка 75 миллионов рублей. Это очень большая сумма, которая позволила нам значительно расширить вот те все льготы, которые были установлены и региональными, и федеральными решениями. У нас принято решение Магнитогорским металлургическим комбинатом, значит, соответственно, Рашниковым Виктором Филипповичем, по оказанию благотворительной помощи, причем разнонаправленного характера, в объеме полмиллиарда рублей дал команду Виктор Филиппович и выделил денежные средства, именно которые пошли, будем говорить, по всем направлениям, начиная от закупа и ИВЛ в больнице, и организации коечных мест, и снабжения, и обеспечения медперсонала первыми средствами необходимых СИЗов, которых, кстати говоря, вот очень нам не хватало, будем говорить, там месяц назад. Работа действительно ведется большая, в части благотворительной помощи мы это обсуждали с руководством ММК, действительно, такие серьезные решения, беспрецедентные, во многом были приняты для поддержки жителей Магнитогорска, это во многом пример для других наших крупных предприятий, предпринимателей, о том, как можно организовывать меры социальной поддержки и оказывать помощь вот в такой непростой период нашим гражданам.